Здравствуйте! Это программа «Прокурор в теме», а поговорим мы сегодня о защите прав и интересов несовершеннолетних. И я представляю гостя в студии, исполняющий обязанности прокурора железнодорожного района города Самары, Алексей Романович Баев. Здравствуйте! Здравствуйте! Тема интересная и актуальность свою не теряет, поэтому давайте начнем, наверное, с злободневности этой темы. Скажите, насколько вообще актуальной является тема защиты детей в рамках, конечно, осуществления прокурорского надзора? Защита прав и законных интересов детей в Российской Федерации – это одно из самых приоритетных направлений деятельности прокуратуры. На ежедневном контроле, надзоре, в постоянном надзоре органов прокуратуры находится соблюдение прав детей, ребенка, семьи, детства. Ну, а если говорить вообще в целом, кто обязан защищать детей наших? Наших детей обязаны защищать, как говорится, и родители. Да. Начинается защита ребенка родителям и продолжается в зависимости от направления ситуации всеми органами правопорядка, контролирующими органами. И все действия контролирующих органов и органов правопорядка координируются прокуратурой, и прокуратурой контролируется исполнение своих обязанностей этими самыми органами, начиная от органов опеки и попечительства, полиции, следственным комитетам, администрации и так далее. То есть напрямую, проще сказать, прокуратура не защищает права детей, а вы лишь надзорный орган, который следит за исполнением всех прав, касающихся несовершеннолетних детей, вот всех организаций, которые вы перечислили, полиция и так далее и тому подобное, верно? Не совсем так. Органами прокуратуры осуществляется и непосредственная защита прав несовершеннолетних. Прокуроры, в том числе и железнодорожные прокуратуры, обеспечивается защита прав несовершеннолетних, в том числе и в судебном порядке. Мы проверяем законодательство в той или иной мере, относящейся к несовершеннолетним и конкретной ситуации, конкретному ребенку. Мы обращаемся за защитой его нарушенных прав в суд, принимаем участие в гражданском процессе, отстаиваем свое висковое заявление. И в том числе и в последующем, при вынесении итогового решения судом, контролируем непосредственно исполнение этого решения и устранение нарушения этих прав. Ну а что говорит статистика? Скажите, вот в основном все-таки решение, если говорить о суде, выносится в пользу несовершеннолетних? Как правило, в пользу несовершеннолетних выносится судебное решение. Опять же, мы сначала проводим непосредственную проверку доводов изложенных, там, в заявлении, например, которое поступило в прокуратуру. Или же мы мониторим сайты различные, новостные сайты, различные каналы, в общем, средства массовой информации и самостоятельно находим нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. Проводим проверку и по результатам уже проверки, фактически мы уже устанавливаем нарушения, которые необходимо устранить. И, соответственно, иск в суд идет с полной мотивировкой, с приложением доказательств. И поэтому, как правило, конечно, удовлетворяются наши заявления в судебном порядке и в последующем устраняются выявленные нарушения. Но если все-таки продолжать говорить о теории, скажите, в основном какие права несовершеннолетних нарушаются чаще всего? И если вот все-таки говорить о подведомственном сейчас вашем районе, какие дела находятся у вас в производстве? На что бы хотелось обратить особое внимание? Нарушения возникают различные. Сложно выделить какую-то конкретную категорию нарушений. Зависит, опять же, от той ситуации, в которую попал несовершеннолетний. Это может касаться обеспечением его жилым помещением, например, если это ребенок-сирота, дети-сироты. Зачастую бывает такое, что не выдается жилое помещение необходимое ребенку и положенное ребенку по закону. Он обращается к нам, мы проводим проверку. Опять же, как я говорил ранее, выходим с иском в суд и взыскиваем это жилое помещение в пользу такого ребенка. И в последующем, опять же, контролируем реальное исполнение этого решения суда. Могут нарушаться права детей и при получении ими алиментов от родителей, которые в разводе, от родителей, которые не проживают с ребенком. И, соответственно, в таком случае мы также проводим проверку, выясняем, какие причины, обстоятельства того есть. И даем, в первую очередь, оценку действиям отделу судебных приставов, исполнителей, у которых находится исполнительный лист в производстве. И даем оценку полноты их действиям. Все ли меры были приняты ими по взысканию алиментов. Ну вот, как правило, если мы с вами коснулись этой темы, давайте проясним несколько моментов. Вот, как правило, злостные нарушители, я имею в виду неплательщики алиментов, судебные приставы налагают арест на банковские карты. И многие из этих нарушителей обращаются в прокуратуру, мол, ну как же так вот это происходит, я платил, но сейчас у меня такая ситуация. Да разные ситуации бывают, вот как раз прокуратура в них и разбирается. Скажите, вот правомерно ли, когда блокируются счета и карты, людей, которые не выплачивают алименты, если это, конечно, вопрос вашей комитетенции? Ну, меры воздействия на должников по алиментным обязательствам существуют различные, в том числе и наложение арестов на счета, находящиеся в банках и зарегистрированные открытые на этих лиц. Существуют различные и иные методы воздействия и все они законные, в случае, если действительно установлено, что гражданин не выплачивает алименты, но является трудоспособным, соответственно, может работать, зарабатывать и обязан как в силу закона, так и в силу моральных принципов принимать участие в воспитании своего ребенка и, соответственно, его содержании. Дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся, наверное, также в зоне вашего повышенного внимания. Скажите, как обеспечиваются права детей, если нужно поступать в школу, детский сад? Если дети остались без попечения родителей и находятся на попечении опекунов, они пользуются приоритетным правом поступления в общеобразовательные учреждения и, как правило, если есть братья, сестры у этих детей, то, как правило, эти дети поступают в приоритетном порядке в одно учебное заведение. То есть здесь надзор прокуратуры также ведется? Контролируется, контролируется, да. Скажите, пожалуйста, а вот по образовательным программам дошкольного образования граждан, призванных на военную службу по мобилизации, скажите, какие-то льготы здесь существуют для этих детей? Безусловно, в период проведения специальной военной операции, проведенной частично мобилизацией граждан, те граждане, которые были мобилизованы, они приравниваются к военнослужащим, служащим по контракту. И для них действуют все привилегии, которые имеются у военнослужащих и, соответственно, их семьи, их дети имеют также право приоритетного поступления в дошкольные учреждения, в общеобразовательные учреждения, либо детские лагеря. Есть ли уже вот по этим статьям нарушения и обращения, соответственно, в прокуратуру? Бывают нарушения, бывают обращения, все они устраняются, проблем никаких в этом плане нет. А вот если все-таки говорить о организационных моментах вашей работы, скажите, пожалуйста, в какие сроки отрабатываются обращения прокуратуры и разделяются ли они, ну, скажем, по направлениям? То есть вот обращения о нарушении несовершеннолетних, там один срок, ну, вы сейчас поняли, да, о чем я говорю? Либо все обращения и все сроки для всех едины? Сроки для рассмотрения таких обращений стандартные. Если необходимо проведение проверки, 30 дней срок рассмотрения обращения. Но, как правило, прокурор района, либо заместитель прокурора района, кто осуществляет контроль за рассмотрением обращения, в зависимости от той проблемы, которая есть в обращении, это обращение может быть рассмотрено и быстрее. То есть, если касается непосредственно нарушения каких-то прав, которые экстренно нужно решить, устранить, конечно, эти обращения рассматриваются гораздо быстрее просто по указанию прокурора района, который лично берет на контроль рассмотрение такого обращения. Такие обращения могут быть рассмотрены и в течение трех суток, и пяти суток. Если требует времени, может быть, и в течение суток этот вопрос может быть решен. — Алексей Романович, расскажите, а как Вы взаимодействуете с гражданами? То есть, если к Вам, к примеру, письменно пришло обращение от граждан, Вы также письменно отвечаете, и если личный контакт, то это, опять же, личное взаимодействие. Как вот здесь скоординировать общение с прокуратурой, чтобы был точный запрос и был совершенно точный и понятный ответ? — Зависит, опять же, от конкретной сложившейся ситуации и как ее можно разрешить. Для меня приоритетом является реальное устранение нарушения вне зависимости от формы общения с гражданином. Если есть возможность решить проблему во время личного приема, если такой осуществляется, то, конечно, это делается непосредственно и сразу во время личного приема. Либо даются конкретные указания контролирующим органам для контакта с заявителем, и в последующем берется на контроль деятельность этих контролирующих органов. Либо дается конкретное разъяснение. Мы оказываем помощь в подготовлении исковых заявлений, в том числе даже... — Да, вот здесь юридическая поддержка. — Да, если мы не можем участвовать в силу закона в гражданском процессе, в целом мы все равно оказываем практическую помощь гражданам для подготовки исковых заявлений, для последующего обращения самостоятельно в суд за защитой своих прав. — Либо, если того требует, ситуация проводится проверкой, в таком случае принимается обращение от заявителя в письменном виде, и в таком же письменном виде о результатах проверки он уведомляется. — Защита прав и интересов несовершеннолетних — тема нашей сегодняшней программы. И, вы знаете, хотелось бы перейти к разделу «Информационная безопасность детей», как она осуществляется, ну, если мы сейчас говорим в России, ну и, конечно, в нашем городе и в железнодорожном районе, в частности. — Мы живем время информационных технологий. Ни для кого не секрет, что дети сейчас возрослеют рано, начинают рано пользоваться сотовыми телефонами, планшетами, смотрят телевизор и, соответственно, погружаются волей или неволей в эту информационную среду. И, конечно, правоохранительными органами, контролирующими органами, Роскомнадзором в том числе и прокуратурой осуществляется контроль той информации, которая есть на просторах интернета. — Да. — Информация различного содержания, экстремистская, террористическая призыва к этой деятельности, содержащая нецензурную брань и так далее, таких массам различных запрещенных видов информации есть в интернете. Нами в том числе на постоянном контроле анализируется, проводится мониторинг таких сайтов, информационных площадок иных. И, соответственно, по результатам проверок, если мы такие сайты, площадки, телеграм-каналы и так далее выявляем, мы обращаемся в суд, либо направляем информацию в Роскомнадзор для последующей блокировки таких информационных ресурсов. Цель одна — ограничить доступ такой информации для наших детей, которые впитывают ее в себя, учатся этому. И не всегда получается и родителям, в том числе, уследить, как, куда ребенок зашел в интернете, поскольку, опять же, ты открытые источники, нажал на одну кнопку, хотел открыть домашнее задание какое-нибудь, там реклама, и переходит на сайт уже с запрещенной информацией. Ну, а скажите, пожалуйста, вот чисто человеческий совет вы бы дали родителям все-таки проверять телефоны своих детей? Ведь можно же легко посмотреть и проверить историю браузера, да, куда заходил твой ребенок, ну, и особенно все вот эти вот социальные сети. Вот как вы считаете, все-таки в целях профилактики нужно это делать? Ну, зависит, наверное, от больше семейной политики домашней. Я бы, может быть, если по своему личному опыту, то я, может быть, и смотрел бы, конечно, историю браузера, но, с другой стороны, есть и различные услуги, которые предоставляются сотовыми операторами, либо, может быть, на самом телефоне такие программы есть, которые блокируют взрослый контент, скажем так, 18+, и показывается в интернете только детская программа. Да, я просто спросила это вас к тому, что у многих подростков сейчас уже имеются, да, родители заводят банковские карты, и вот здесь мошенничество против детей тоже ведь бывает очень часто, когда просто средства с детской карты списываются. Вот здесь как предотвратить вот такие негативные случаи? В первую очередь это воспитание. В первую очередь это воспитательные беседы со своим ребенком, правила пользования интернета, правила безопасности. Финансовой грамотности в том числе. Безусловно, нужно объяснять информационную безопасность ребенку, как пользоваться телефоном, где быть осторожнее, с кем можно входить в контакт, с кем лучше в контакт не входить. О каких-то контактах необходимо рассказывать, конечно, родителям, но в первую очередь это всегда инициатива родителя, общаться с ребенком и учить ребенка грамотности такой. Если завел для ребенка, да, банковскую карту, то уж будь обязан, пожалуйста, объяснить правила пользования и что нужно делать, и наоборот, что нельзя делать категорически. Каким образом реализуются права несовершеннолетних, родители которых решили расторгнуть брак? В первую очередь при расторжении брака родителями они между собой и с участием непосредственно ребенка должны определиться, как в дальнейшем будет проходить воспитательный процесс ребенка, его содержание и так далее. Конечно, при расторжении брака учитываются мнения и родителей, и самого ребенка в целях его благополучного развития, его благополучного возрастления, воспитания. Если родители не могут договориться самостоятельно о месте проживания ребенка, то такие бракоразводные процессы проходят исключительно в судебном порядке и устанавливаются, с кем из родителей остается ребенок проживать, в какое время видеться, в какое время общаться, какие условия алиментные будут у родителей, в зависимости от того, с кем останется ребенок проживать. Как правило, в этом случае осуществляется именно судебная защита прав несовершеннолетних, но с обязательным участием органа опеки и попечительства. Ну вот, кстати, если дело дошло до суда, когда родители разводятся, мнение ребенка в этом случае учитывается. А с какого возраста оно считается, ну, скажем, юридически защищенным, что ли? Как правило, с 10 лет. С 10 лет. Хорошо. Каким образом реализуются права несовершеннолетних на как раз материальное обеспечение родителями? В этом случае, вот мы уже сегодня касались этого вопроса, это алименты. Безусловно, это основное, на что ребенок и родители, в чьем попечении, скажем так, остался ребенок, могут рассчитывать от второго родителя, который также несет обязанность по воспитанию и содержанию своего ребенка. Родитель, с кем остался ребенок проживать, соответственно, может обратиться в судебном порядке за взысканием алиментов, если такового не было сразу определенного в решении расторжения брака, получить исполнительный лист и передать его в отдел судебных приставов того района, где проживает должник, для принудительного исполнения, если второй родитель добровольно не исполняет свою обязанность по воспитанию и содержанию ребенка. Как я говорил, что в случае, если второй родитель уклоняется от уплаты алиментов, его можно привлечь к административной ответственности по статье 5.35.1 КУАП РФ. В последующем, если административная ответственность положительных выводов, после привлечения к административной ответственности должник выводов для себя не сделал, как говорится, на путь исправления не встал, он может быть привлечен к уголовной ответственности. Ну, а еще и родители, когда при разводе могут составить соглашение об уплате алиментов у нотариуса, да, и заверить. А вот если это соглашение не выполняется, это тоже повод обратиться в прокуратуру? В прокуратуру можно обратиться и в этом случае. Мы дадим оценку действиям должника, при необходимости направим обращение с контролем в отдел судебных приставов. Предусмотрена ли ответственность за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции? Вот давайте еще и перейдем к этой теме. Лето, каникулы, дети в большинстве случаев предоставлены сами себе. Есть ли вот такие претенденты на территории железнодорожного района? Претенденты есть такие на территории всей Самары в целом. Действительно, есть нерадивые предприниматели или продавцы, которые работают в точках, которые реализуют алкогольную продукцию. И, не удостоверившись в возрасте покупателя, реализуют ее, тем самым нарушая законодательство Российской Федерации. И для таких лиц, как для физических лиц, так и для юридических лиц, предусмотрена административная ответственность. В случае, если, опять же, как говорил ранее, должных выводов для себя не делает и юридическое лицо, и физическое лицо, которое работает в конкретной организации, предусмотрено более строгое наказание, в том числе для физических лиц, вплоть до уголовной ответственности. Что касается самих несовершеннолетних, каким образом проводится профилактическая работа с подростками, в том числе, с целью недопущения совершения им и преступлений, и правонарушений? Мы, я буду говорить за прокуратуру, мы принимаем, участвуем, скажем так, в воспитательном процессе наших детей, в том числе, посещаем учебные заведения, дошкольные образовательные учреждения. Может быть, как мне кажется, дети, видя человека в форме, человека с погонами, более внимательно относятся к тем вещам, которые мы рассказываем, о недопустимости переходить дорогу в неположенном месте, рассказываем, какие могут быть последствия, какая бывает ответственность, рассказываем о том, какая уголовная ответственность предусмотрена для несовершеннолетних, потому что не все знают, что к уголовной ответственности может быть привлечен и ребенок. Мы рассказываем о возрасте уголовной ответственности, который начинается, по общему правилу, с 16 лет. По некоторым составам преступлений уголовная ответственность наступает еще раньше. С 14 лет уже по некоторым преступлениям ребенок может быть привлечен к уголовной ответственности. Как чаще бывает, к уголовной ответственности привлекаются дети за кражи, грабежи, разбои. То есть за такие составы преступлений, которые дети, может быть, даже иногда думают, что это и не преступление. Поэтому зачастую вот к такой уголовной ответственности они привлекаются. И нами проводятся профилактические беседы, разъяснения, что можно делать, что нельзя делать, что такое преступление, что такое наказание. Что такое хорошо, а что такое плохо. Хочется мне продолжить. Давайте вот сейчас сделаем небольшой акцент на том, что все-таки какая уголовная ответственность может грозить несовершеннолетним и какие наиболее частые преступления ими же совершаются. Вы сказали, кража. Но вот давайте немножечко разовьем эту тему и как раз будем подводить итоги нашего разговора. Если развить эту тему, самым популярным преступлением является кража все-таки для несовершеннолетних. Полагают, что это можно взять. Актуальный пример, который относится даже не только к несовершеннолетним, а и к совершеннолетним гражданам. Найденная на улице банковская карта. Кажется, лежит без хозяина, никому не нужна, я ее не украл. И дети, и взрослые могут взять эту карту, пойти в магазин, расплатиться ей и полагать, что преступление не совершено. И даже в некоторых случаях конкретных сложно объяснить человеку уже после того, как он совершил это, что это преступление. И даже после того, как уже нашли его, задержали, все равно отказывается человек понимать, что это преступление. Поэтому нами это тоже рассказывается детям. на самом начальном этапе, как они начинают уметь пользоваться банковскими картами, что чужое брать нельзя. Банковская карта сама по себе может быть пластикой, ничего и не стоит. А вот то, что находится в этом пластике внутри, соответственно, я имею в виду электронные средства платежей, деньги электронные, это чья-то собственность. И это брать нельзя. Поэтому проводятся профилактические беседы, рассказываем, что такое хорошо, а что такое плохо. Ну что же, вот на этой ноте я завершаю с вами интервью. Спасибо вам большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Ну а, как вы уже, наверное, поняли, наши уважаемые телезрители, прокуратура городского округа Самара стоит на защите, в том числе, прав и интересов несовершеннолетних. Это была программа «Прокурор в теме». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова